Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем новом предновогоднем вебинаре в Директ-Академии. Добрый день, уважаемые коллеги! Всю нашу сегодняшнюю неделю, последнюю неделю, предновогоднюю неделю у нас будут вебинары. Пожалуйста, не расслабляйтесь. Во-вторых, хотел бы рассказать о ссылках, которые расположены в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на наше расписание. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары до конца нашего учебного года. Не физического года, а учебного, не календарного, а учебного. То есть до конца июня месяца 2019 года. Следующая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором будет в том числе расположена и запись этого вебинара. Третья ссылка ведет на страницу наших онлайн-курсов. Это страница для тех, кто хочет поучиться онлайн. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где вы можете приобрести сертификат об участии в этом вебинаре уже в конце нашего сегодняшнего вебинара. Я дам об этом знать в чате. Ну и за все предыдущие вебинары тоже вы можете там приобрести сертификаты, где вы принимали участие, конечно. Я также хотел бы проанонсировать наши вебинары, которые нам остались. Не три, как всегда, а целых четыре вебинара, чтобы уж до конца года дать вам анонс. Вебинары у нас такие. Завтра у нас все вебинары пройдут в 12 часов по московскому времени. Завтра у нас мастер-класс Алексея Дьяченко по разработке курсов в Moodle. Речь идет о начальном уровне, о тех, кто никогда не создавал курсы в Moodle или только начал свою деятельность по созданию курсов в LMS Moodle. А вот посвящен вебинар будет этой проблеме. 27 с вами в последний раз в этом году встречусь я. И в качестве спикера я имею в виду. И моя тема – это вторая часть диалогии текста в обучении. Конкретная тема второй части – текст как медиа, новые формы и структуры. 28 числа Татьяна Телегина проведет свой вебинар «Библиометрия. Оружие массового цитирования. Библиометрические показатели. Введение в основы». Ну и, наконец, под звон бокалов 29 числа. Любовь Крашенинникова проведет свой второй вебинар из серии навигаторов по образовательным платформам. И на сей раз он будет посвящен платформам региональным и российским. Так и называется вебинар «Навигатор по российским и региональным образовательным платформам» для преподавателя и автора. Ну и на этом мы с благословением закончим наш вебинарный год, который состоял более чем из 180, по-моему, вебинаров. Календарный год. Ну и продолжим сразу с первого дня в будущем году. Ну что ж, коллеги, на этом мое вступление закончено. И я хотел бы передать слово Марине Георгиевне для проведения сегодняшнего вебинара. Марина, прошу на связь. Добрый день, вебинара. Сегодня мы с вами оказываемся на рубеже 16-17 веков. В 17 веке Европа вступает в эпоху нового времени. И человек этой эпохи будет отличать особый драматизм, особую противоречивость жизни и духовного развития. Для этого времени характерно большее развитие индивидуального начала в живописи, в искусстве. И мы говорим сегодня с вами об Италии, где в это время появляется художник, оказавший огромное влияние на весь ход развития дальнейшей европейской живописи. Фигуру Микеланджело Мерези, прозванного Краваджо по месту, откуда происходили его родители, переоценить его значение чрезвычайно сложно. Почему? Давайте разберемся. Заканчивается сложнейший для Италии и для римской католической церкви век. Италия еще помнит 1527 год, год, когда войсками Карла V был разгромлен Рим. Это век, который был отмечен чрезвычайным напряжением религиозной жизни. Век реформации и противостоящей ей контрреформации со стороны римской католической церкви. И это век важнейших научных открытий. Человек в это время осознает, что границы земного мира гораздо шире, нежели он представлял ранее. Это происходит благодаря великим географическим открытиям, ознаменовавшим эпоху Возрождения. Это время, когда человек начинает менять свое представление о системе мироздания, поскольку оказывается совершенно иначе устроен мир. Это становится понятным из теории Коперника, теории гелиоцентрического вращения планет. И человек эпохи Возрождения, собственно, ощущал вот такой прилив сил, ощущал реальный земной мир, как сферу своего бытия, как место, где он может проявить, как гармоничный, созданный творцом, образец для всего живого. Картина мира эпохи Возрождения представляет собой четкие представления о мире, где человек в его центре. Картина мира, человека 17 века, будет совершенно иной. Человек теперь ощущает себя лишь частицей огромного и бесконечно меняющегося мира. Человек 17 века острее ощущает движение. И, собственно, в искусстве движение становится одной из самых главных эстетических ценностей. Усиливается и желание передать эмоциональность, передать чувства, которые обрывают человека этого времени. Вот в такое, собственно, непростое время рождаются реформаторы. Что касается ситуации в искусстве этого времени в Италии, то к концу 16 века маньеризм утратил свою новизну и остроту вот этого нового чувства. Обнаружились, собственно, все принципы ограниченности манеристического художественного языка. Искусство отчаянно нуждалось в изменениях. Мы говорим сегодня о художнике, чрезвычайно интересном. О нем существует и достаточно много свидетельств. Свидетельств 17 века. Существует целый ряд жизнеописаний, поскольку в 17 веке продолжалась традиция, заложенная Джорджи Вазари, составлять жизнеописания наиболее выдающихся художников. Некоторые из этих жизнеописаний составлены людьми, которые жили в то время, когда работал Караваджо. Другие пользовались, собственно, молвой о нем. И образ, который удается составить, это образ действительно вот такой чрезвычайно яркий, чрезвычайно противоречивый. Собственно говоря, в 17 веке художественная ситуация в Европе будет ознаменована рождением двух существующих параллельно обогащающих друг друга взаимно художественных стилей. И, собственно, у истоков сложения художественного языка барокко стоит в том числе и Караваджо. Но путь его совершенно особый. Он будет серьезно отличаться от того пути, по которому пойдет другая, собственно, линия итальянского барокко в живописи, линия братьев Карачи. И Роберто Лонги, это исследователь, который посвятил более 40 лет своей жизни и своих трудов исследованию творчества Микеланджело Миризида Караваджо, сказал еще на заре своих изысканий так, Караваджо и караваджисты являются подлинными творцами современной живописи. Мы поговорим в конце, собственно, нашей беседы о караваджизме как явлении художественной культуры, культуры 17 века. Ну, а сейчас, собственно, обратимся к творческому пути мастера. Известно, что Микеланджело проявил интерес к искусству, к живописи с ранних лет. И поскольку он происходил из Ломбардии, его первым учителем считают миланского художника Симона Петерцана, где в мастерской этого художника он провел время с середины 80-х годов, где-то от 1584 до 1588 года. После, и, собственно, вот этот еще миланский период, он связан был прежде всего с восприятием определенных традиций северо-итальянского возрождения. На протяжении нескольких лет о караваджо нет каких-то вот таких четких сведений, вплоть до его приезда в Рим. В Рим, как сегодня показывают источники, он приезжает где-то в середине 1590-х годов. Прежде считалось, что он попал в Рим раньше, в начале 90-х годов. Сейчас эти даты пересмотрены. Некоторое время он провел в мастерской художника Кавалера Дарпина. В течение нескольких месяцев работает, пытаясь как-то обозначить свое место под солнцем в римской художественной среде. Именно в это время он пишет ряд картин на продажу. То есть не по конкретным заказам, а пишет сюжеты, которые интересуют его самого и, соответственно, предлагает эти картины на свободный рынок. Продает их через посредничество торговцев. Практикуется в живописи а-ла-прима. То есть это чрезвычайно важная черта, собственно, творческого метода Караваджо. Он работает без предварительного рисунка и он работает непосредственно с натурой. Он смотрит на тот предмет, который он изображает. Все биографы отмечают, что работал он чрезвычайно быстро. Это тоже, собственно, отличительная черта его творчества. И таким образом создает ряд произведений. Что касается, собственно, личности самого художника, то известно из биографических сочинений о его достаточно сложном характере. Так биографы употребляют такие выражения, как беспокойный и не обугаданный нрав, пламенный и неукротимый нрав, часто приводивший к конфликтам. Собственно, это черты, которые повлияли на краткость, собственно, вот такого творческого и жизненного пути мастера. Ну, давайте посмотрим на те работы, которые созданы были в этот ранний римский период. Прежде всего, как мы отметили, язык живописи Караваджо основан на пристальном изучении натуры. Здесь для того, чтобы понять характер отличий между традицией художественно сложившейся к этому времени и методом Караваджо. Воспользуемся цитатой из, опять-таки, текста биографа Джованни Пьетро Беллори, собственно, теоретик искусства, и в том числе биограф Караваджо. Начал он писать, слушая собственного таланта, не следуя превосходнейшим мраморным творениям древних и прославленной живописи Рафаэля, а почти что презирая их, признавая одну лишь природу объектом для своей кисти. Когда же ему напоминали о знаменитейших статуях Фиди и Гликона как образцах для учения, он вместо ответа показывал пальцем на толпу людей, говоря, что достаточно учиться у природы. И если отношение к классическому наследию со стороны Караваджо может обсуждаться, может стать предметом для дискуссии, насколько верно ли столь радикально Белори определяет его отношение к этому наследию, то верность его, собственно, натуре, природе сомнению абсолютно не подлежит. Ранние работы Караваджо, Караваджо, а в этот период он создает... Сейчас, простите. Почему-то несколько перескакивает у меня презентация. Ну, собственно говоря, опять-таки презентация доступна для скачивания, поэтому если что-то придется пролистнуть быстрее, чем следовало, то впоследствии вы можете к этому вернуться. В этот период он пишет такие работы, как изображение мальчика, очищающего фрукт. Надо сказать, что существует несколько версий этой картины, которые считаются копиями с оригинала, копии 17 века с оригинала Караваджо, где мы видим абсолютно вот такой простой, фактически бытовой мотив. Мы видим мальчика в белой рубахе, который занят тем, что очищает кожуру с фрукта. Ну, о том, какие фрукты он чистит, тоже существует несколько версий, потому что в разных этих живописных интерпретациях, собственно, можно по-разному сделать суждение о характере фрукта, который он чистит. Называют и яблоко, и грушу, и даже персик. Но, тем не менее, для нас важно, что сам вот этот такой простой бытовой мотив, словно кусок жизни выхваченный из реальности, становится поводом для создания картины, уже чрезвычайно важен. В этот же период Караваджо пишет и такие работы, как юноша с корзиной фруктов, такие работы, как ВАК. И одна из вот таких картин, так называемый «Больной ВАК», считается автопортретом Караваджо. Собственно, все вот эти картины, которые мы в этот период обнаруживаем, они представляют интерпретацию мотива изображения, полуфигурного изображения человека, волн с окружением в виде вот такого натюрморта. Соответственно, ну вот, вроде бы открывается у нас, открываются наши картинки. Работа «Больной ВАК», как сообщают нам опять-таки источники 17 века, была написана художником, глядя в зеркало самого себя, в то время, когда он попал в больницу для бедных. И, собственно, сами мотивы, которые связывают это изображение, это изображение с образом античного бога виноделия, это те самые плоды, которые мы видим, ну и, собственно, венок на голове. В этот же период Караваджо пишет и композицию, которая вошла в историю, как юноша, укушенный ящерицей. Известны сегодня две версии, причем исследователи сходятся во мнении, что обе являются работами непосредственно самого Караваджо. Одна картина хранится в Национальной галерее Лондона, вторая работа вошла в собрание фонда Роберто Лонге и хранится во Флоренции. Ну, что касается самого мотива, то вот этот такой эпизод, сюжет, связанный с проявлением реакции, живой реакции на неожиданную боль, биографы, собственно, описывая эту картину, говорят о том, что юноша укушен ящерицей, которая появляется внезапно из фруктов и цветов, и, собственно, сам этот мотив, как считают, связан с рисунком художницы 16 века, сабофсофонизбы Ангисолы, одной из представителей, собственно, мастеров женщин, которая известна своим рисунком. Опять-таки, сам мотив, считается, что этот мотив был подсказан с афонизбе самим Микеланджело, «Мальчик, укушенный крабом». Ну, вот этот мотив, собственно, Караваджо развивает, как живописное произведение. Совершенно особым образом он пишет вот эти вещи природного и предметного мира. Он показывает нам, как отражается свет окна, вот этот прямоугольник окна в стеклянном сосуде, наполненном водой. Он тщательно выписывает все листочки, ягоды, плоды, которые разложены перед вот этим юношей. Что касается разницы между двумя версиями этого сюжета, то картина из Флоренции, из собрания фонда Роберто Лонге, ярче проявляет вот эту эмоциональную реакцию человека на вот такое внезапное событие, связанное с испугом и физической болью. К этому же времени, где-то около 1596 года, да, вот посмотрим работы этого периода, тот самый больной ваг, о котором мы говорили. Надо сказать, что две композиции, юноша с корзиной фруктов и больной ваг, очень попали, очень быстро, собственно, в собрание шапиона Боргезе. Это весьма влиятельный в этот период римский, собственно, деятель римской церкви, кардинал. Он пользовался покровительством со стороны своего дяди, папы Павла V, который происходил также из, собственно, рода Боргезе, как и шапиона Боргезе. И, собственно, был страстным любителем искусства и не гнушался никакими даже вот такими аморальными средствами в деле пополнения своей коллекции. Так, в частности, две вот эти указанные работы он получил из собрания кавалера Дарпина, того самого художника, в мастерской которого некоторое время в Риме провел Караваджо. Боргезе инициировал вот такой процесс, арест кавалера Дарпина, и тот не имел, собственно, возможности отказаться, передать свое собрание в дар апостольской палате. А в течение ближайших, собственно, кранчащих сроков из апостольской палаты эти картины перекочевали в собрании самого шапиона Боргеза. Ну, собственно, вот эти работы, которые мы смотрим, они уже отличаются вот такой пластической осязательностью, точностью, материальной точностью в изображении тела человека, в изображении предметов. Собственно, вот эта реальность их присутствия усиливается тем, что изображение выдвинуто на передний план. И фактически во всех этих картинах фон вот такой нейтральный, как правило, темный, таким образом, как бы ограничивающий вот те образы, которые мы с азиацией на картине, от всего остального реального мира. И таким образом, действительно, мы словно имеем дело с куском жизни, непосредственно перенесенным на холст. К этому же времени принадлежит одна из наилучших работ этого периода, созданная около 1596 года. Это так называемый юноша-свютни или литнист из Отечественного собрания, из Собрания Государственного Эрмитажа. Эта картина была создана по заказу одного из вот таких тоже утонченных любителей искусств, которых привлекает к себе к концу 90-х годов, начинает привлекать к себе вот такая необычная манера Караваджо. Это заказчик Винченцо Джустиниани. И здесь представлен мотив, связанный с музыкой. Раскрытая нотная тетрадь, музыкальные инструменты. Ну и так же, как и в предыдущих работах, мы видим здесь разложенные плоды и собрание цветов, которые по характеру собранных здесь цветущих растений. Речь идет, очевидно, о поздней весне, потому что присутствуют здесь вот такие цветы, как ирисы, собственно, дамасская роза, гвоздики, жасмин, маргаритки, тимьян, лепестки персика. То есть все те образцы флоры, которые можно увидеть цветущими в конце весны, в начале лета. Также, собственно, чрезвычайно натуралистично написаны и плоды, которые также чрезвычайно разнообразны. Груши, инжир, слива, огурец, которые покрыты каплями росы, на которых играют вот эти блики, то есть такой плодовый натюрморт. Луч света падает сверху справа и освещает фигуру, делает ее вот такой объемной, при этом оставляя предметы погруженными вот в такую легкую тень. Белые, опять-таки, характерные мотивы картин Караваджо, вот такая белая холщевая рубаха, пышные волосы молодого человека, исследователи считают париком, вот эта видная часть повязки может говорить нам об этом. В картинах Караваджо нет ничего случайного. Собственно, эту композицию можно рассматривать как вот такую аллегорию, причем смысл этой аллегории, очевидно, неоднозначен, и существует целый ряд трактовок вот этого изображения. Ну, в целом, объединяющей идеей на сегодня является истолкование образа литмиста как вот такого символа любви и гармонии. В нотной тетради сделана надпись «Бассус», которая, собственно, говорит нам о характере пьесы, музыкально исполненной молодым человеком. Музыкальная партия, которая здесь воспроизведена, представляет мадригалы XVI века. Ну, и мы видим, что род юноши чуть приоткрыт, то есть он, очевидно, поет и аккомпанирует себе на людьми. Совершенно неудивительно, что вот этот такой интерес к разным явлениям жизни, интерес к натуре позволил создать мастеру и, собственно, один из первых, если не первый в истории живописи, самостоятельный натюрморт. Это корзина с фруктами, хранящаяся в пимикотеке Амбразиана, где мы уже не видим сочетания, собственно, фигуры человека и вот этих мотивов натюрморта. И где мотив натюрморта сам становится самостоятельным и самодостаточным изображением. На раннем этапе творчества опыт и караваджи становятся одним из источников развития, собственно, бытового жанра, жанра бытовой картины в искусстве XVII века. Так он создает несколько произведений, которые, собственно, тоже новые, чрезвычайно, потому что в сферу искусства попадают темы и образы, прежде не входившие в тематический репертуар живописи. Так эта серия работ с таким морализирующим, собственно, смыслом, тоже отчасти носящих вот такой аллегорический характер, потому что говорят нам эти сюжеты о тщетности бытия, о тщетности, собственно, земной суеты. Но важно, что вот так, опять-таки, крупным планом, в виде полуфигур мастер изображает сюжеты не религиозные, да, не мифологические, связанные с литературной традицией, уже прочно вошедшие в арсенал европейского искусства. А мотивы абсолютно бытовые, мотивы, можно даже сказать, сниженные. Так, например, мы можем увидеть шулеров, мы можем увидеть молодого человека, наивного, простака, который увлечен игрой, и, собственно, абсолютно не замечает вот такого обмана со стороны его партнеров по игре. Еще один сюжет подобного рода – это знаменитая гадалка, где, опять-таки, мы видим, мы видим, как некий напыщенный молодой человек, оказывается, жертвой гадалки, которая под предлогом предсказания судьбы крадет кольцо с его пальцем. И снова, собственно, Караваджи напоминает нам о вот такой бренности земных желаний. Создается в этот период также и ряд картин религиозного содержания. Очевидно, созданы они по, так же, ну, вот так, без специального заказа для свободного рынка. И, опять-таки, к числу знаковых работ этого времени можно отнести изображение Марии Магдалины, хранящаяся ныне в галерее Дорио Панфиле в Риме, отходит, опять-таки, от образа возвышенной, кающейся грешницы, бесконечно прекрасной, идеализированной, да, как мы часто можем встретить этот образ в творчестве художников позднего возрождения Караваджио. И изображает Марию Магдалину, скорее, вот такой абсолютно простой девушкой. Голова ее склонена, она вот так обуреваема чувством печали, а вокруг разложены также все те предметы, которые ассоциируются с жизненными наслаждениями, украшения, рядом изображен и сосуд с маслом, ну, собственно, это традиционный атрибут Марии Магдалины. Опять-таки, мы видим, насколько вот так реалистично изображает каждую деталь Микеланджо Караваджо в трактовке этого образа. Что же касается вот такой жизненности, перенесения в религиозную картину образов, буквально образов простого народа, это, опять-таки, чрезвычайно важное достижение. Караваджо, которое определяет еще одну грань, собственно, его влияние на современников, это демократизм его искусства. Обратим внимание также на особенности освещения, собственно, работы в Караваджо, которые составляют чрезвычайно вот такую важную составляющую его художественного языка. Это касается характера освещения. Освещение здесь нерассеянное, неравномерное. Мы видим, что композиции Караваджо словно погружены во мрак, а свет падает таким образом, что выхватывает отдельные части фигуры. Ну и часто свет падает сверху. Собственно, у историков искусства сложился даже характерный термин, который позволяет вот этот принцип освещения картин Караваджо охарактеризовать. Погребное освещение. То есть, действительно, когда источник света таков, то, что он не освещает фигуру целиком, а освещает ее контрастно, выхватывая какие-то фрагменты вот таким более ярким светом. Другие же оказываются погруженными в тень. Ну и в целом, собственно, опять-таки, мы часто не, в большинстве случаев, мы не ощущаем вот эту среду, в которой происходит действие. Вот этот глухой темный фон, вот этот сумрак, который окружает фигуры, опять-таки, позволяет нам сконцентрироваться на действии, которые изображает художник, на фигуре и непосредственно ее окружении. Также вот этот такой контрастный свет позволяет создать эффект, опять-таки, большего движения, в том числе и эмоционального движения. Мы определили, что, собственно, движение, оно чрезвычайно многосторонне проявляется в искусстве барокко, и, соответственно, подобный свет тоже позволяет вот это движение лучше ощутить. Ну и, собственно, к концу 90-х годов, как мы уже отметили, складываются, появляются серьезные покровители у Караваджо, которые позволяют, вот это покровительство позволяет ему начать получать уже вот такие более серьезные специальные заказы. Так, в частности, при посредничестве кардинала Франческо Мария Дель Монте Караваджо получает первый публичный официальный заказ на две большие композиции для капеллы Конторелли в церкови Сан-Луиджи де и Франчези в Риме и представляет, собственно, нам, соответственно, вот такие сцены, простите, вот такие сцены, как мученичество святого Матфея, как раз композиция, насыщенная движением, движением физическим, причем движение носит здесь разнонаправленный характер, несколько персонажей, в целом представляющие нам вот такие разнонаправленные движения и с подчеркнуто выраженными эмоциями на лицах. И к этому же заказу, собственно, относится и композиция, представляющая один из эпизодов евангельского предания, а именно сюжет призвания апостола Матфея Иисусом Христом. И мы видим, как в комнату в такой вот, опять-таки, простой таверны входят два персонажа. Это Иисус Христос и его спутник, апостол Петр. Мы видим, опять-таки, как падает свет. Здесь он у нас падает справа, фактически диагонально, вот так разделяя композицию на части, хорошо освещенные, выхваченная вот эта часть стены и окно, а также хорошо освещенные лица людей, сидящих за столом, это сборщики податей, круг, в котором, собственно, существует будущий апостол Матфей. Иисус Христос обращается к Матфею, указуя на него, и вот этот жест повторяют еще две фигуры. Собственно, это апостол Петр и сам Матфей в удивлении, собственно, указывая, повторяя, словно не веря, словно удивляясь, повторяет он этот жест. Ну, мы видим, что, собственно, происходит событие знаковое для истории христианства, происходит событие, можно сказать, чудесное, призвание одного из апостолов, но далеко не все персонажи как-то в целом реагируют на происходящее, да, мы видим, что спутники Матфея, некоторые из них заняты подсчитыванием денег, и в целом сама вот эта обстановка, вот такая подчеркнута простая, абсолютно лишенная какого-то такого мистического приподнятого ореола, тоже позволяет нам почувствовать вот этот демократизм, который присущ работам мастера. И вот эти поиски новых форм, собственно, вот этого нового такого подчеркнутого экспрессивного драматического языка, который волнует Караваджо, проявились в цикле картин, исполненных еще для одной римской капеллы, для капеллы Чирази, в церкви Санта Мария дель Попова в Риме. Ну, в частности, это такая композиция, как распятие Святого Петра, где мы видим вот такое развитие композиции по двум перекрещивающимся диагоналям. Собственно, диагональ, заданная вот этой доской креста и фигурой апостола Петра, и двумя фигурами, которые выстраивают другую диагональ, противоположную направлению вытянутую. Чрезвычайно подробно, чрезвычайно вот так натурально выписывает, реалистично выписывает Караваджо особенности тела, мощенистого лица пожилого апостола Петра и достигает вот такого невероятного драматизма и невероятной убедительности собственно в этих образах. Также чрезвычайно выразительный и сюжет обращений Савла. Собственно, мы здесь видим один из эпизодов опять-таки чрезвычайно важных в истории христианства момент, когда гонитель христиан Савлу в такую минуту явления ему чуда, когда он преследовал собственно христиан по пути в Дамаск, неожиданно раздался, просиял вот такой необычный свет и раздался голос, спрашивая, прошавший его, зачем ты гонишь меня, Савлу. Все это уведение собственно и этот удивительный голос повергли Савла на землю и опять-таки вот тот тип освящения, который использует Микеланджело Караваджо, подчеркивает вот этот такой мистический мистический ну мистическую необычность этого момента. в характере жестов мы тоже читаем вот это те чувства, которые ну не сравнимы с простыми какими-то обычными переживаниями человека. Мы видим здесь момент вот такой такого фактически откровения, которое являет нам художник. при этом передавая вот эту глубину собственно происходящего, он не забывает и о деталях, да, вот так опять-таки подчеркивая характер строения анатомического буквально в каждой детали, в изображении сосудов, в изображении предметов, которые окружают упавшего савла. Ну, в целом отметим, что композиции барочные, они часто тяготеют в диагонали, собственно, это один из признаков вообще характерных для барочной картины. в сцене положения вагро также насыщены вот этим подчеркнутым драматизмом, переданным и через вот такой изломанные зигзагообразные линии мертвого тела Христа, через подчеркнутый реализм этого мертвого тела и через такие наполненные пафосом жесты, ну, буквально приближающиеся к театральным, жесты оплакивающих его. Караваджи пишет ряд Мадонн, это и такие образы, как Мадонна Диларетта, где Мадонна видится не извоянием, но опять-таки живой женщиной с младенцем на руках. Вот этим демократизмом и подчеркнутой жизненностью отмечена и знаменитая Мадонна Палафриньери, которая написана была для главного алтаря церкви Санта Анна вблизи собора Святого Петра в Риме, но, собственно, провисела она на том месте, которое было ей уготовано опять-таки недолго, очевидно, именно потому, что вот тот реализм образов, та жизненность образов, отсутствие какой-то идеализации в трактовке фигуры Святой Анны, самой Марии и младенца Христа, попирающего змею как символ зла, очевидно, заставляли заказчиков смущаться и как-то недоумевать настолько нетрадиционным, настолько нетрадиционным были решения, которые предлагались Караваджо. К числу вот этих образов, проникнутых абсолютным демократизмом, абсолютным вот таким, абсолютной правдой ощущения жизни Караваджо принадлежит и Успение Марии. из собрания Лувра, которую относятся уже к 1600 годам, где-то в середине 1600-х. Опять-таки композиция, которая была отвергнута церковными авторитетами, очевидно, из-за вот этих собственно таких жизненных характеристик, которые привносят в этот образ Караваджо. Он представляет смерть Марии, как смерть простой женщины. И мы видим собственно вот эти в простоте ее лика, в том, как свисают, безжизненно свисают руки, даже в том, как вот эти босые ступни собственно продолжаются за пределами ложа Марии. Вот опять-таки в такой жизненной простоте трактовки конечно этот образ вызывал очевидно у современников собственно недоумение и порой даже отторжение. Ну речь идет здесь в первую очередь конечно о консервативном, о зрителе консервативном, о зрителе из церковной среды, из среды собственно вот тех самых церковных заказчиков. мы знаем что уже собственно в это время у Караваджи есть ряд поклонников, восторженных поклонников его творчества. Караваджи создает также картины на вот такие аллегорические сюжеты. К таковым относятся например знаменитый Амур победитель, который написан был очевидно где-то около 1602 года для одного из покровителей Караваджи для того самого маркиза Винченца Джустиньяни. Соответственно ну очевидно сам сюжет мог быть подсказан заказчикам. Это аллегория относительно общего его содержания значения смыслового собственно тоже ведутся дискуссии. Мы видим вот такого улыбающегося мальчика который очевидно представляет нам образ Купидона. Крылья у него орлиные при этом. О том что это Купидон говорит нам говорят нам его атрибуты это две стрелы кстати сказать стрелы тоже представляют собой в общем такую интересную загадку потому что они окрашены в разные цвета одна стрела черная вторая красная что это может значить выдвигалась такая версия что черная стрела может означать любовь отвергнутую тогда как красная любовь принятую и собственно вот это главное торжество вот этого амура победителя над миром проявлена через те предметы которые его окружают это и музыкальные инструменты это и если вы присмотритесь то увидите здесь частицу такой окружности это звездная сфера это предметы это доспехи таким образом собственно мы можем подтвердить через эти предметы фразу которая ассоциируется которая собственно взята которая взята из поэзии Вергилия все побеждает любовь то есть и ратные дела и музыка все оказывается подчиненным влиянию амура победителя но интересно что собственно опять-таки часто те предметы которые изображены они дают нам некоторые подсказки в частности в раскрытой нотной тетради мы видим букву В которая может ассоциироваться с именем заказчика Винченцо и таким образом интерпретирует собственно значение этой композиции и как Винчен все побеждает Винченцо и тогда в такой трактовке все эти предметы которые окружают этого амура могут говорить о круге занятий интересов заказчика ну вот эта эпоха собственно как и век 16 чрезвычайно любили вот такие композиции со сложным смыслом буквально являющимся такой ребус для посвященных да и носящих характер очевидной эмблемы что же касается того как написан этот амур да то мы видим все те же принципы художественного языка караваджо это вот такая ну пластичность в трактовке которая позволяет выявлять характер освещения это естественность в эмоциональной реакции ну современники в частности собственно инвентарь собрания Джустиниани в 1638 году оставил такую строчку картина со смеющимся амуром который презирает мир ну вот так собственно воспринимали эту композицию в 17 веке караваджо создал целый ряд работ как на религиозную тематику так и так и на тематику собственно вот такого светского аллегорического характера ну надо сказать что период его пребывания в Риме ограничился вот таким не слишком долгим сроком охватывавшим 10 с небольшим лет в 1606 году во время игры в мяч караваджо смертельно ранен ранучио томасони и вынужден был спасаться от грозившей ему смертной казни покинув Рим ну первое время он собственно провел резиденции от своих покровителей затем отправился на юг Италии где побывал в Неаполе Сицилии Мальте и собственно умер в вот таком местечке порта Эркале был похоронен как говорят нам его биографы на пустынном морском берегу к позднему периоду его творчества относится вот эта композиция представляющая Давида с головой Голиафа хранится опять-таки она в галерее Боргезе и в голове Голиафа видят автопортрет художника некоторые исследователи склонны считать что собственно оба изображения и вот этот такой далекие торжествования над поверженным врагом юный Давид представляет тоже автопортрет только автопортрет в молодости но собственно говоря чрезвычайно важно что несмотря на то что у Караваджо не было учеников вот в таком классическом смысле слова то есть мастерской где бы он вот так последовательно передавал свою методику живописную его влияние на современников было огромным это прежде всего круг художников которые были с ним непосредственно знакомы входили в число его друзей в том числе и собственно с этой среды начинается развитие такого явления как Караваджизм то есть это явление составило целое направление в западноевропейской живописи 17 века и надо сказать что влияние Караваджо оно проявляется во многих многих аспектах это и собственно в том числе оформление жанров в картине это и влияние непосредственно его живописной манеры которое мы обнаруживаем не только собственно в кругу вот этом близком кругу Караваджистов но в творчестве в том числе многих художников 17 века это явление будет чрезвычайно ощутимым и одним из собственно главенствующих влияния 17 века ну в частности каковы вот эти общие черты творчества Караваджистов это интерес к крупнофигурным жанровым евангельским сценам это стремление к точной передаче особенностей натуры интерес к вот такой особенной простонародной натуре бытовые мотивы ну и собственно живописные приемы которые основаны на принципе вот этого особого освещения которое создает напряженность и резкость световых контрастов в Италии к числу вот этих Караваджистов первого круга собственно 17 века принадлежат такие фигуры как Орацио Джентилески и его ученик своей дочери Артемизия Джентилески Франческо Баннери Чекко дель Караваджо собственно непосредственно его такой друг человек из непосредственного окружения художника Бартоломео Манфреди Орацио Борджани Анджело Каразелли Карло Сорачени ну и много-много других мастеров можно увидеть влияние Караваджо и в творчестве Дэвида Ренни ну и собственно за пределами Италии также влияние Караваджо было чрезвычайно заметным в частности в Голландии сложился круг художников особенности творчества которого принято назвать утрехтским караваджизмом это такие живописцы как Герард Хонтхорст как Хендрик Терблюбен Дирк Ван Баберен собственно все вот эти характерные черты которые мы отметили особенности композиции особенности тематического выбора сюжета и особенности трактовки они совершенно вот так ясно узнаваемы в творчестве мастеров этого круга Влияние Караваджо ощутимо и в Испании в частности здесь мы можем увидеть проявление этого влияния в творчестве таких художников как Фаседа Рибера например на самом деле круг художников на которых повлиял Караваджо обозначить крайне сложно не хватило бы в общем никакого времени черты его влияния можно и в искусстве в искусстве Веласкеса увидеть и отчасти в творчестве Рембрандта во Франции к числу вот таких последователей Караваджо принадлежат мастера 20-х ну вот первых десятилетий собственно когда вот эти караваджистские влияния доходят и до Франции такие мастера как Валантин де Булунь вот например такая классическая караваджистская тема игры в карты где опять-таки мы видим вот такого наивного юношу шулеров которые обманывают его совершенно особым вот таким характером отличается работа Жоржа де Латура французского мастера который у которого свет ну приобретает особую вот такую выразительность это и такие серии композиций разных версий существует несколько в разной интерпретации в разном положении фигур представляющих кающуюся Марию Магдалину сидящую перед свечой отражающейся в зеркале ну вот таким образом свет выхватывающий часть фигуры освещающий слегка освещающий лицо ну и ряд работ сороковых сороковых годов совершенно удивительных таких например как явление ангела святому Иосифу опять-таки где даже сам свет пламени свечи прикрыт рукой ангела но мы видим как этот свет освещает его лик и как он ложится более мягко на лицо Иосифа не менее прекрасная и работа середины сороковых годов ну ориентировочно да около середины сороковых годов представляющая отрока Христа в мастерской плотника Иосифа часто появляется в работах караваджистов образ святого Себастьяна как правило это вот такие тоже наполненные драматизмом собственно композиции многофигурные часто появляются здесь мотивы собственно обнаружения раненого святого Себастьяна святой Ириной таким образом мы отметим да что в целом влияние караваджи на характер живописи 17 века оно чрезвычайно многообразно и чрезвычайно ярко и действительно мы можем согласиться с тем что вот те принципы реалистического искусства которые в дальнейшем будут развиты они связаны в значительной мере с работами этого художника и мы можем сказать что караваджи принадлежит к числу великих реформаторов в истории искусства спасибо вам за внимание презентация доступна для скачивания если есть какие-то какие-то вопросы то я готова по возможности на них ответить спасибо еще раз за Марина Георгиевна во вкладке вопросы есть два вопроса для вас посмотрите пожалуйста если вы еще на связи ну хорошо я увидела только я увидела собственно что есть проблемы со скачиванием презентации опять смотрите вкладку вопросы в чате в чате есть вкладка вопроса ну собственно говоря если хотите то я могу подготовить вот такой небольшой листочек да с рекомендуемой литературой по крайней мере наверное той которая доступна на русском языке и как-нибудь вот тоже прикрепить да наверное можно же будет к материалам вебинара значит по поводу сложностей с атрибутированием картин караваджо на самом деле известно что сложностей с атрибутированием картин караваджо очень много потому что даже относительно тех картин которые сегодня в музеях в собраниях частных считаются работами караваджо не все крупнейшие специалисты в области его творчества имеют единодушное мнение известно что вот собственно на рубеже 19-20 веков в момент такого пика к интересу караваджо огромное количество его работ были признаны опять-таки неподлинниками конечно здесь собственно позволяют опять-таки давать более-менее какие-то определенные ответы исследования технико-технологического характера которые осуществляются в музеях в частности исследования собственно живописного слоя исследования в красном излучении в рентгеновских лучах но что касается собственно знаточеских точек зрения они порой бывают расходятся и любой каталог выставочный где есть работы караваджо покажет вам насколько собственно характер дискуссии относительно вот этих работ носит такой напряженный характер ну для сегодняшнего рассказа собственно я выбрала в основном те работы которые более-менее вот так единодушно атрибутируются спасибо спасибо есть еще вопрос про лютниста посмотрите тоже во вкладке вопрос нет что касается эрмитажного лютниста то насколько я понимаю лютнист считается принадлежащим к лучшим образцам работы раннего периода караваджо то есть если и есть такие мнения то они наверное носят вот скорее такой частный характер потому что в целом конвенционально большинство исследователей сходится во мнении что лютнист это работа караваджо не круг караваджо не последователи не копии а непосредственно работа этого мастера об этом собственно говорит и опять-таки характер ее провинанса то есть ее происхождение спасибо ну что ж давайте поблагодарим Марину Георгиевну за замечательный сегодняшний вебинар всем тоже спасибо за участие и интересные вопросы встретимся мы теперь в новом году с темой искусства и продолжим на этом поприще наши вебинары ну а вас я приглашаю у нас еще вебинарная неделя не кончилась до конца этой недели будут проходить вебинары всего вам доброго до новых встреч